обработки то есть проход этот пропилили специально под грузовики да тут поработали сколько тут материал это порезали сколько домов построить и вот сейчас озеро само а что дома из него строили он держал нормально вот севастополь этого слушай ну какой же он плотности тогда вот смотри керамзитовые есть плиты сейчас до делают дома тоннель выход есть называется да 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 значит это называется инкерманские разработки или каменолом не И в них четвертый папа римский работал. Но он, это уже были современные машинами, а он в штольнях. Там сейчас штольню посмотрим. Это у него наказание такое было, да? Да. Наказание такое было? Наказание за то, что он христианство проповедовал с 98 по 101 год. Ага, то есть это его, получается, эти самые турки, что ли? Это его с Рима прислали. А, Рим, Рим его послал? Да. Правильно, еще ведь этого не было, мусульманского. Его император Троян за то, что он христианство распространял. Его отправили сюда, в метрополию, в каменоломни. И он по-прежнему начал делать христианские секты. Поэтому его решили уничтожить без пролития крови. Гуманные, короче, были. Якорь на ноги и утопили. Животных было. Ну, понятно. А ты вот отсюда сфотографировал спецкомбинат номер 2. Вот сейчас до сих пор там столько боеприпасов. Что еще, если здесь кондируют, то по... Когда это, какой год-то? Это когда наши войска отходили. А, понятно, в 42-м году. Мичман-Саенко... И сколько же заложили туда? Так, не заложили. Это был арсенал. А, уже вон был склад просто взорвали. А до войны, до войны. Здесь еще, это так называемая шампань. Это было от шампанского завода марочных вин. Лежали шампанские на выдержке здесь. И когда немцы подошли вот к Черной речке, уже нельзя было пресную воду забрать. То на шампанском делали манные каши, стирали бинты, мылись шампанским. А потом Мичман-Саенко взорвал это все. Ему поручили взорвать. Вместе с шампанским? Вместе с людьми. Здесь даже шел это самое, три дня стоны... А как же так людей-то за что? Не успели эвакуировать. Здесь госпиталь был, комбинат. Не успели эвакуировать наших, это самое, тяжело раненых бойцов. А как же не успели-то? Ну как же, как же на Херсонесском маяке 100 тысяч оставили армию? Так же и этих, тем более тяжело раненых. И Мичман-Саенко, я его лично знал, лично это, ну лет 10 уже не встречаюсь. У него сердце на этих самых, на симуляторах. И он когда уже заложил все, хотел взорвать, выходя смотрит, уже немцы начали в штольни заходить. Вон там куски штольни остались, будем проезжать. И он замкнул контакты. А потом последние отступающие матросы увидели, что этот мужичок еще дышит. Мичман. И они его забрали. И ему за этот подвиг, что он взорвал себя и фашистов, ему дали всего лишь это самое, даже не орден Ленина. Боевого Красного? Нет, знамени. Боевого Красного глубина. Ничего себе карьерчик. А что, теперь уже нечего добывать тут? Они перенесли дальше там. А, то есть у них там хорошее месторождение, да? Другое место. Керманский завод, он же может любые конфигурации выпить. Да, тут если все, утонешь, это уже до свидания. Первобытные, да? Мне кажется, у нас ничего не прошло, не изменилось. Сейчас бомжи там могут жить, тоже как первобытные люди. А мы с тобой по этому ехали, там, где тебе серпантину по этому. Да. Лабораторное шоссе, где моя часть. Ага. Там же как раз жили. И еще, это самое, мне понравилось, в Новый год пришла корреспондентша, принесла им шампусик, и это, шапочки, как снегурочка. Думаю, вот так вот. Сами же.